Мы в прошлый раз начали говорить о том, как обобщить мультипликативные функционалы Но мы обсудили, насколько я помню, возможность построения регуляризованных аддитивных функционалов С мультипликативными в принципе все то же самое, мы это обсудим чуть позже Но давайте мы зайдем с другой стороны и начнем с того, что я попробую объяснить, для чего это вообще надо Вот, значит, то, что я буду рассказывать, это результат примерно такого типа Значит, мы уже видели некоторые примеры пространств Итак, у нас есть, как обычно, k ядро нашего терминантного процесса И мы сейчас ограничимся случаем, когда k это ортогональный проектор на некоторое L И сейчас я буду перечислять некоторые условия на это пространство Ну, в чем наша цель? Допустим, что мы можем рассмотреть две меры пальма Причем мы уже знаем, ну, то есть я могу написать, что вот давайте там P1, Pn Ну, или мы помним, как пишется соответствующее ядро Это тоже детерминатная мера Есть одна такая мера, есть другая такая мера И мы, наша цель доказать, что эти меры друг относительно друга абсолютно непрерывны И более того, можно написать вот такую формулу При некоторых условиях, про которые я скажу Сейчас Да Значит, формула такая Сейчас, да, с P, P в числе Что если я рассматриваю производную радона Никодима одной меры пальмы по другой мере пальмы То это Сейчас я все опишу Ну, производная отберется к какой-то точке Х Где Пси с чертой Это Значит, сначала я напишу неправильно, а потом мы это исправим Значит, Пси с чертой От Х Ну, я здесь буду писать просто P и Q Это, так сказать, два набора Так вот, это произведение По всем ксам То есть Сейчас Только в квадрате Вот такая вот формула Значит, эта формула Ну, во-первых, сразу вызывают вопросы Мы это в прошлый раз уже немножко обсуждали Какой здесь Почему вот эта формула Должна Сразу вызвать какие-то подозрения Ну, вообще, когда я написал вот это Вот Сразу возникает какой вопрос Вопрос сходимости этого произведения Давайте поймем Что у нас Как вообще себя ведет вот это произведение Ну, какова асимптотика вот этого выражения Ну, в зависимости от Х Ну, из бесконечности до 1 Это прекрасное наблюдение Конечно, когда То есть Значит, наши Ну, давайте представлять себе, например Например, синус-процесс Да? Синус-процесса кто такой? Л, кстати Да, пространство поэлевинера Пространство тех Функций, у которых носитель преобразования Фурия Сидит на отрезке минус Пи-Пи Так, хорошо Значит Ну, у синус-процесса частицы, так сказать Равномерно распределены То есть В каком-то там Интервале длины М Ну, естественно, ожидать порядка Н частиц Ну, там М на занятом Каком-то интервале длины L Ну, порядка L частиц Можно ждать Соответственно Вот есть такое произведение И Конечно Значит Нулевой членной Спетотики мы нашли Члены все-таки Когда Х большое Стремятся к бесконечности Дальше В смысле Члены стремятся к единице, простите А на сколько они отклоняются от единицы Ну, опять уж таком Ну, да Значит, если мы Посмотрим Вот смотрите Если я вот в этой дроби выделю единичку Ну, могу даже квадрат считать Что он у меня, так сказать В дробь входит Тогда у меня в числителе написано Многочлен степени 2N Было Узнать ли многочлен тоже степени 2N Со старшими коэффициентами единицы Значит, если я вынесу единицу То у меня здесь останется Какой-то многочлен степени Там 2N минус 1 А здесь останется многочлен Ну, какой-то другой Степени 2N То есть это что-то вроде 1 плюс Ну, что-то там делить на Х Можно найти этот коэффициент А Меня он сейчас не очень интересует Важно, что он есть Ну, то есть, конечно, может так Случайно произойти Что он сократится Там, при правильно подобранных по ИКу Ну, вообще говоря Вот такой вид имеет Конечно, да Можно написать, что это будет Значит, а, это Что там? Сумма Пшек минус сумма Кушек Наверное, так, да? Ну, или наоборот С однако минус И с двойкой Вот, короче говоря Получается у нас Вот такое выражение Ну, то есть Сходимость соответствующего произведения Это что-то вроде Сходимости ряда 1 на Х Мы в прошлый раз обсуждали Что со сходимостью этого ряда Ну, у нас есть очевидные проблемы Вот Но точно так же Мы в прошлый раз, по-моему, обсуждали Что, ну, если, по крайней мере, поверить Такую достаточно хорошую равнераспределенность Что здесь у нас сокращаются Так сказать Слагаемые Но они здесь будут тоже сокращаться И поэтому В смысле главного значения Это Произведение существует Значит, если писать более аккуратно То надо написать, что это есть предел Да, я прошу прощения Давайте я Немножко это модифицирую Формула Вот Я напишу здесь какую-то константу Здесь я буду брать, что Ну, во-первых, у меня еще есть проблемы со знаменателем Я буду требовать, чтобы Значит, это будет некоторое Си П Ку Эпсилон От Х Так вот, я требую, чтобы Х минус кужитые Все были больше Эпсилон А все Иксы были меньше Р Начали брать Вот Ну, а константа С подбирается Из соображений нормировки Так, чтобы От ожидания Вот этого Функционала было По мере пальмы Соответственно, было единицей Так вот, оказывается Давайте я это напишу По мере пальма Ку Да Почему я хочу такую нормировку? Ну, потому что я хочу, чтобы у меня Ну, как бы это свойство перешло в предел А в пределе тогда у меня Написано Меры Вероятностные Значит, интеграл плотности По, собственно, той мере Которая в знаменателе Должен быть единицей Так вот Некоторые Опять же, при определенных условиях Про которые я сейчас скажу Тогда состоит в следующем Существует предел Когда r к бесконечности А y к нулю Вот этих самых C Здесь давайте тоже черточку поставим В честь нормировки От x И этот предел Лежит в пространстве Или один на пространстве конфигурации С мерой P К Да, q1, q1 Вот Вот такие вот Вот это, собственно, один из Вот эта формула На самом деле Это и есть наша Теорема Которой мы будем Стремиться То есть мы хотим Значит, пока Что здесь не объяснено Пока Давайте еще раз Проинвентаризуем Во-первых Непонятно, почему Этот предел существует А во-вторых Непонятно Почему Какое отношение Этот предел Имеет к вот этой Производной родной Никодима Вот К этому мы будем Можно еще вопрос Да А вот Вот это Достаточно условия На ядро? Ну нет, конечно Сейчас я Видите, я место Оставил без слова Теорема Сейчас мы будем Все их выписывать Это Сейчас мы их будем Выписывать Просто Так Условия такие Во-первых Пусть Имеет место Условия 1, 2, 3 Оно на самом деле Входит и сюда И сюда тоже Я буду при этих условиях Работать Так Значит Первое условие Оно стоит в следующем Что Существует Множество Ум На прямой Такое Что Дополнение Имеет Reference Measure Ну вот Нашу меру Скажем Лебегу Ноль То есть Мы им можем Пренебречь Так вот Такие Что Во-первых Для любой Ку Для любой точки Мы можем Рассмотреть функцию Просто Да Давайте Раз что он проектор Давайте я буду Писать Ку П Я требую Чтобы эта функция Лежала В L2 То есть Значит Вот такая функция И Тогда смотрите Я могу написать Что П И F И F В Q Это F На VQ Ну это просто Определение Да То есть Вот это вот условие На самом деле Нам гарантирует Что Ну хотя В принципе Если F Это функция Из L2 Но у них На самом деле Есть корректно Определенные Ну вот В правильном смысле Вот в этом смысле Значения В каждой точке Например Есть Такой Есть Такой Случай Когда Там L Состоит Из Какого-нибудь Пространства Галоморфных Функций Рассматриваемых Ну вот Так сказать В L2 Но в этом случае Как бы у каждого Представителя Есть У каждого Класса Эквивалентности Функции Есть Так сказать Правильный Представитель Тот самый Который Галоморфной Функцией Ну и вот Вот тогда Так и получается Так Да B Соответственно У нас есть VQ Но VQ Это Естественно P Q И мы Хотим Чтобы След Для любого Ограниченного Борелевского Ну да Это же просто Любого Ограниченного След оператора Вот такого Считался Ну так Как ему Положено Опять же Это Все эти условия На самом деле Имеют место Если Наш оператор Если ядро Непрерывное Ну и там Имеет место Правильной Исходимости Это в общем Способ Немножко Это все Обобщить Так И еще Есть условия В Условия В Это так Назоваемые Условия Деления Оно Говорит Вот что Что Если У нас Ку Из нашего Множества У Сейчас Да Если Ку Из нашего Множества У И есть Какая-то Функция Ф Из нашего Пространства Л Я напомню Что Пьет Проектор На Л Такая Что Ф От Ку Равно Нулю То Отсюда Следует Что Ф От Х Делить На Х Минус Ку Снова Принадлежит Л Сейчас Простите Принадлежит Л2 Вот Вот Это Вот Такие Условия Это Как видите Такой Пока Недостаточно Не Вполне Условия Деления Потому Что Мы Не Требуем Чтобы Мы Требуем Просто Чтобы Эта Функция Была Ну Так Стать Интегрируем С Квадратом Дальше Мы Потребуем Больше Так Условия 2 На самом деле Гарантирует Говорит Нам Немножко Больше Что Если Опять же У нас П Лежит Ну Давайте В тех же Терминах У Лежит В У И Ф Лежит В Л То Существует Пси То Существует Там H Тоже Из L Такое Что F От X Равно X Минус Q На H В Принципе Как Видите Это Очень Похожие Условия Дадим Если будете Крутить Будет Значательно Значит Это Очень Похожие Условия И В нашем Случае Это Вообще Одно И Тоже Потому Что В Одной Точке Не Определ И Ладно Меру Все Равно Ноль Если Я буду Рассматривать Вот это Случай Непрерывный Давайте Мы будем Думать Что еще Сюда Припишем Что Мера Мю Не Имеет Атомов Это Такое Условие Дополнительное У этой Теоремы Есть Некоторые Такой Брат Относящийся К случаю Когда Наоборот Мю Это Считающая Мера Ну Например Дискретный Процесс На целых Точках Дискретный Синус Процесс Вот Но Там Все Примерно Так же Но Немножко Дополнительными Нюансами И там Соответственно Приходится Сказать Ну хорошо Я могу Поделить На Х Минус Ку Мне Надо Откуда Вытащить Значение В этой Точке Где У меня Ноль Делить На Ноль Здесь Да Условие 2 Не нужно Чтобы Угл Да Конечно Нужно Да Спасибо Да Вот Это условие 2 Ну и наконец Условие 3 Это Некоторые Условия Условия Регулярности Такой Ну Что-то Там Сходится Это Условие Вот Такое Что Ну Вот Мы Считали Вот Такие Интегралы А Я хочу Чтобы У меня Вот Так Определенное Выражение Что У меня Пи от Х Достаточно Все-таки Убывало Бесконечности Ну Или Хотя бы Росло Не слишком Сильно Вот Это Выражается Таким Образом Вот Теперь Значит Теорема У нас Сформулирована Полностью Ну И мы Попробуем Ее Доказать Может Быть Мы Сегодня И Не Продвинемся Слишком Далеко Но По Крайней Мере Начнем Так Сейчас Да Да Вот Это чуть сильнее, чем трейс-класс. Значит, смотрите, ну вообще просто, чтобы говорить нам о детерминантном процессе, нам нужно, чтобы это было локально следового класса. То есть вот это существовало. И это условие, как вы видите, оно не то чтобы что-то добавлять, например, для синус-процесса π от xx равно 1. Поэтому тут скорее это условие того, чтобы оно не росло слишком сильно. А вот, например, быть постоянной функцией π от xx может. Да, потому что интеграл 1 на x сходится. Да-да-да, это условие, ну вот оно все-таки говорит, что постоянный π быть может, а слишком быстро оно расти дальше не может. Вот, так, давайте я сформулирую, ну по крайней мере, как сказать, ну ладно, да, давайте вот этот факт. Давайте я из этого факта, ну по крайней мере объясню, так, на пальцах, как можно получить другой важный факт сейчас. Чтобы дальше к этому не возвращаться. Сейчас... 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 ... А, вот, да. Да, это факт такой. Значит, смотрите, что мы здесь говорим. Мы говорим, что мера, значит, производная родома Никодима, мера пальма, ну вот она вычисляется таким образом. А можно поступить теперь таким, поступить так. Вот давайте мы возьмем самый исходный наш процесс и сделаем, и пусть у нас есть какое-то отображение. Ну, например, напрямой, да, собственно, когда я уже, давайте, я буду считать, что у меня все происходит напрямой. Значит, L, ну, где-то это уже написано на самом деле, да, вот здесь написано, да, L2R. Так вот, предположим, что у меня есть F из R, ну, некоторый дефиоморфизм. И причем этот дефиоморфизм, он вне некоторого множества, ограниченного множества V, он просто тождественный. Ну, например, мы, так сказать, взяли прямую, здесь мы ничего не сделали, а здесь мы как-то этот отрезок деформировали. Вопрос, значит, соответственно, у нас был один детерминатный процесс, то есть у нас было, скажем, X распределено по P, и теперь у нас есть F от X. F от X мы писали соответствующую формулу, будет, ну, тоже распределено по некоторой, там, P с волной. Вот, и вопрос, как связаны, опять же, эти два детерминатных процесса. Оказывается, можно написать тоже производную Родон-Никодима, одного по-другому, и производная, опять же, в тех же условиях, я это не буду переписывать, теорема, вот, при тех же условиях, производная, вот так это пишут, пишет Александр Игоревич в этой работе, то есть ровно мы берем, ну, вот, производную, так сказать, вот этой меры по вот этой. Так вот, это очень простая вещь, это Пси с чертой. А если X в пересечении с V состоит из каких-то частиц Q1, QL? Дальше это... Ну, это обычный YKBA. Я прошу заметить, что, ну, что вот это L, оно для разных иксов, для разных конфигураций будет разное, но какая-то конечная будет. Так, ну, давайте для начала поймем, почему, значит, из, по крайней мере, так, хотя бы как-то на пальцах, почему, ранее сказано, он будет вытекать вот это. Ну, смотрите, у меня, я могу написать, что... Вот, смотрите, я могу написать так, что, ну, во-первых, вот я хочу посчитать такую производную радону Никодина. Это значит, что я хочу написать, ну, так сказать, что я должен написать, во-первых... Ну, тут на самом деле, какого интеграла-то как раз нет, но действительно надо расписать эту меру как бы как комбинацию двух мер. То есть, смотрите... Пушки у нас, ну, они не то чтобы фиксированы, они сюда входят, вот сюда. Это правда. То есть, что мы сделаем? Мы говорим. Хорошо, я хочу посчитать вот это отношение. Ну, во-первых, я могу сразу перейти к условию того, что на моем отрезке, ну, вот на этом отрезке V, ну, вот ровно L частиц. Как бы, если я знаю, что в X их L, ну, вот, давайте я могу это написать. Это условие, это просто конечное условие, и оно, так сказать, будет один... В смысле, это условие положительной вероятности, причем вероятность этого условия в частителе и взаменателе одинаковая. Ну, потому что эти частицы, они там как-то двигаются внутри V, но поскольку вне V все это тождественно, то они из V никак не выходят. Хорошо, L фиксировали. Теперь, дальше я могу сказать. Хорошо, вот это отношение, оно устроено так. Давайте для начала посмотрим на то, что происходит вот в этом вот окошке V. там есть некоторое распределение частиц. Ну, оно даже у нас условное, потому что мы сказали, что их ровно L. Если мы знаем конфигурацию, значит, это, ну, некоторый факт, который пока спрятан от нас, каково будет распределение этих самых частиц. Как бы на... То есть, если мы вообще абстрагировались от того, что происходит дальше, вот просто смотрим в это окошко. Дальше. Если мы... И вот это, это вот этот член, на самом деле. То есть, этот член такой... Если мы... То есть, мы взяли процесс, ну, вот, P-P. Вопрос. Как у нас... Мы знаем почему-то, что у нас на... Внутри V живет ровно L частиц. Вопрос. Как они распределены? Они распределены по детерминатному процессу вот с таким... Ну, с соответствующим ядром. Ну, потому... Ну, просто это обычный... Это обычный... Процесс на L частиц. Да, 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 процесс на L частицах. И поскольку там, как бы, ничего дополнительного нет, мы это сказали, то вот и будет такое отношение. Хорошо. Значит, теперь мы можем сказать, что мы... Вот этот член, как бы, нам пишет производную, ну, вот, за счет того, что у нас частицы внутри поменялись. А теперь мы скажем. Ну, хорошо. А если мы теперь уже знаем, что частицы, так сказать, у одного процесса живут в Q1, QL, а у другого в Q... В F от Q1, F от QL, то, соответственно, мы можем перейти к мерам пальма. Плюс здесь в том, что эти меры пальма берут, так сказать, они на вход получают одну и ту же X, ну, точнее, X минус V. И мы попадаем ровно вот туда, и вот оно. Ну, здесь еще есть вот это условие, которое, значит, тоже, на самом деле, вот отсюда происходит, потому что там изменится масштаб. Ну, это мы обсуждали, да, что если вы деформируете, то там еще будут вот эти производные. Ну, так сказать, просто обычные эквены. Вот. Поэтому вот это, это, так сказать, производная для Q, а это, это производная, ну, так сказать, условная, при условии, что Q уже такие, как написано. То есть вот это, это, как бы, вот из той теоремы. Отлично. Теперь мы... Теперь я хочу... Ну, попробовать подоказывать какие-то свойства вот этих мер. И мы, на самом деле, сейчас будем двигаться, ну, в некотором смысле, в обратную сторону. Мы скажем, что вот давайте мы возьмем, ну, так сказать, меру с вот такой плотностью. И взяв такую фунт, с мерой вот с такой плотностью, мы в конце, ну, там докажем, что она вот, на самом деле, вот эта. То есть мы для начала должны будем объяснить, почему мы можем взять меру, ну, скажем, относительно вот этой штуки вот с такой плотностью. Про нее, там, что-то подоказывать, что она корректно определена и так далее. И в конце доказать равенство. Это и будет, собственно, доказательство вот этой формулы. Вот. Значит, это я обрисовал, так сказать, некоторую светлую цель. А сейчас мы будем довольно долго заниматься тем, что вот как раз разбираться с тем, как работает мера, детерминатная мера, умноженная на мультипликативный функционал. Не обязательно для такой функции, но для какой угодно. Вот. Так. Хорошо. Поэтому я сейчас практически все сотру. и мы попробуем что-то подоказывать. Отверждение у нас будет такое. Пусть наше ядро как обычно из, значит, локально следового класса, ну, там, для какого-то е-мю. Эта теория, в общем, абстрактная. Здесь то, что это r не важно. И это, значит, самосопряженное положительное сжатие. То есть мы находимся в условиях теоремы Маки-Сошникова. тогда, пусть у нас есть g, некоторая неотрицательная функция. Причем вот такой вот оператор. он снова лежит в g1. А оператор 1 плюс g0x1k обратим. Тогда мы можем определить Пси-Ж. Здесь мы можем определить Пси-Ж тогда самым обычным образом. Пси-Ж лежит в l1. И мат ожидания, ну, пока Пси-Ж, это детерминант, ну, вот этот. Здесь надо, значит, если быть совсем формалистом, то надо правильно сказать, хорошо, просто вот если g, представьте, что у вас g принимает значение 1, 2. Тогда как вот это интерпретировать? Поэтому, значит, надо, вот на самом деле, везде, где я пишу вот это вот выражение, надо писать, так, надо писать сигнал g-1, а дальше, соответственно, здесь поставить модуль. Но давайте, так сказать, мы поверим, что вот так можно сделать, а сейчас мы просто волевым усилием скажем, что вот мы не будем ничего этого делать, и будем просто писать корень с женицей. Иначе я боюсь, что мы просто в выплатках далеко не продвинемся. Так, так вот, с одной стороны, значит, этот Пси-Ж корректно определён, вот эта штука положительна, и это первый пункт. На второй пункт мы можем определить вот такие операторы. Сейчас, кто из них, кто вот такой-то? А эти операторы у нас, если вы помните, появлялись там чуть ли не на первом занятии, когда мы обсуждали, ну, у нас там был первый пример. Помните, там был оператор, из которого мы хотели сделать, ну, там было конечномерное распределение на подмножествах, и мы там, когда считали мы от ожидания, там вот возникало нечто вот такого типа. Так вот, значит, утверждение пункта 2 состоит в том, что вот это вот... Это, разумеется, будут снова операторы, там, такого типа. Ну, по крайней мере, вот этот будет уж точно самосопряжённым. И... Ну, это мы, если надо, посчитаем. Короче говоря, поскольку они отличаются там умножением, так сказать, по строчкам, по столбцам, на взаимообратные функции, то понятно, что они задают один и тот же детерминатный процесс. Так вот, то, что они задают, это... Ну, давайте так напишем. Это Пси... Мы это, на самом деле, доказывали, но в несколько меньшей общности. Там были условия посильнее. То есть мы как бы требовали большего от вот этой функции. Так что там можно рассмотреть... Значит, там можно рассмотреть... Сейчас я скажу, в каких условиях мы работали. И тут, к сожалению, вот нам придётся... Так ли? А? А? Ну, вот надо же, надо же, чтобы... Вот здесь же написано, вот это надо. Вот это надо. Это условия. Там было условие, по-моему, такого типа, что... g-1k был, по-моему, как раз... Сейчас. Вот эти... Да, там, на самом деле, условия, на первый взгляд, отличаются не сильно, а именно там просто вот этот корень, он сюда перенесён. Но вот оказывается, что такой перенос, он меняет ситуацию Ну, то есть, с одной стороны, если вы думаете про это на матричном языке То действительно вы просто делите строки, умножаете столбцы Но если про это думать, так сказать, в функционально-аналитическом смысле То вы за счет этого можете, так сказать, попортить сильно оператор И если перейти к другому базису, то он может там перестать иметь след Так что тут есть нюансы И там действительно было все довольно просто А здесь мы будем вынуждены, ну так, немножко искать какие-то обходные пути, на самом деле Вот, ну давайте мы заодно разберемся с таким случаем А, давай, это, так сказать, наша цель, я там к ней приду в течение получаса, я надеюсь Давайте предложение 1 Во-первых Если у нас k это проектор на l Тогда я утверждаю Ну и пусть опять же у нас a1 плюс g минус 1 Давайте пи напишем Пи обратим Он, обратимость нам нужна, но вообще, чтобы писать вот такие формулы Так вот, тогда Вот этот самый b с волной от g пи Это тоже проектор На корень из g l А, корень из g l Давайте это докажем Какие будут идеи Мы действительно что-то подобное делали, но давайте еще раз вспомним Ну, нам надо доказать две вещи Нам надо доказать, что вот этот самый b с волной Во-первых, функцию из указанного пространства не меняет А любую ортогональную функцию загоняет в ноль Ну, давайте попробуем с первым справиться Итак, мы взяли Фи из l Значит, доказательство И попробуем посчитать b с волной от фи Ну, так сказать, b с волной от фи А, вернее, от корень из g фи Корень из g фи Это будет, ну, вот это вот произведение Корень из g пи Дальше вот это выражение И дальше у нас будет g фи Так А что дальше делать? Ну, вот это корень из g, но корень из g А что корень из g? Корень из g нельзя проносить через что бы то ни было Потому что они не коммутируют Иначе, ну, казалось, это можно просто сократить Идея, на самом деле, состоит вот в чем Надо вот это вот пиво сюда пронести Потому что если мы Сейчас Ну, да, да На самом деле вот так А что будет, если я попробую пи туда перетащить? Как можно написать соответствующую формулу? Можно написать с коммутатором Давайте, значит, угадаем ответ Вот если мысленно себе представить Что вот это у нас Вот это обратное у нас записано в виде ряда Тогда, значит, мы должны К каждому члену приписать слева пи Я хочу заметить, что каждый член Будет на пи заканчиваться Значит, если этот пи оттуда, так сказать, вытащить То что же у нас получится Здесь Ну, у нас что-то было написано Значит Если я пи буду умножать Будет написано Пи плюс пи Ж минус 1 пи Минус, вернее Плюс там Пи Ж минус 1 Пи Ж минус 1 Пи, ну и так далее Один плюс ку Минус 1 Конечно Ну да, да, да Так А теперь мы тоже это уже делали Надо Вот смотрите Здесь написано Пи Ж Который уже похоже на то Что у нас есть внутри скобки И давайте я вместо этого Пи Ж Напишу теперь Что, во-первых, я могу написать Давайте я напишу здесь только квадратные скобки Во-первых, я могу написать это выражение Дин плюс пи Ж минус 1 Раз На Фи Здесь Пи Ж это правильный член А все остальное Это То, что мы добавили То есть мы добавили И надо вычесть Соответственно Минус Фи Плюс Пи Фи Согласны? Вот это вот все Вот вот вся квадратная скобка Это Пи Ж и Фи Теперь Вот это Это просто ноль Потому что Фи Из образа проектора Поэтому А здесь У нас как раз Видите, эти скобочки Скращаются Все Вот Теперь давайте думать Как доказать Вторую половину Что если Что мы должны доказать Мы должны доказать Что если Фи Принадлежит Корень из Ж Л Портогонального То Б Словной Фи Равно нулю Это наш Это был первый пункт А это второй Здесь на самом деле Очень похожее Рассуждение Но немножко Таким Нюансом Смотрите Давайте Ну что у меня здесь написано Мне здесь написано Что Фи Умноженный На Какую-то функцию Отсюда То есть Мы Говорим Что Вот Мы знаем Что Фи На Корень Из Ж Л Равно Корень Из Ж Какой-нибудь Не знаю Пси Равно Нулю Любую Пси Из Л Это то Что нам Дано А теперь Смотрите Вот я беру В Сволной Фи И Пишу Скаляр Ну давайте Пишу скалярное произведение Ее на себя Почему Надо писать Именно скалярное произведение Ее на себя Сейчас станет Видно Я Ну что Я подставляю Корень Из Ж Корень Ж Щ На Такое же выражение Сейчас Ну хорошо Такое же выражение Еще раз Смотрите Я хочу сказать Что вот это вот Вот это вот У нас Принадлежит Корень из Ж Л Почему Нет Что мы доказали Мы доказали Что если Фи лежит В корень из Ж Л То вот Вот это вот Все тоже Лежит в корень из Ж Л Вот что мы доказали На самом деле Вернее Мы доказали Что это просто Равно Правильно Пи Чего угодно Бежит В Л Ну и все Отлично Значит Это вот Вот это Принадлежит Корень Из Ж Л Так Теперь Сейчас Или Чуть Я немножко Закупался Ну хорошо Да Давайте мы Вот это Просто пока Обозначим Корень из Ж На Пси Так Где Пси Лежит В Дальше Я делаю Следующее Я возьму И вот Это вот Все Буду Перебрасывать На Другую Сторону Писать Просто Сопряженный Оператор Соответственно Что у меня Будет Получаться Я пишу Скалярный Презин Вот это На Корень Ж Пси Будет Написано Так Здесь будет Пси Умноженное На Ж П Самосопряженный Вот Эта Скобка Но опять же Нетрудно Сообразить Что Они Просто Переставятся То Здесь Будет Написано Вот Это Вот Ну и Наконец Корень Из Ж Вот Вот что Мы Получили И Теперь У нас Функция Фи Была Выбрана Так Что Она Сейчас Значит Фи Была Вот Так Сейчас Чуть Я Запутался Мне кажется И Хочу Посчитать Это Скалярное Произведение Хорошо А теперь Я просто Вспоминаю Смотрите Что у меня получилось У меня получилось Вот здесь Ровно Вот Смотрите Вот Это У меня Получилось То Есть Вот Это Все Выражение Это Б С Волной Примененное К Корень Из Ж Пси А Поскольку Пси Лежало В Л То Это Просто Корень Из Ж На Пси Все Это Си На Корень Из Ж Пси А Это Ноль По Условию Вот Так что Видите Здесь Все так Как раз Подобрано Что Сокращается Так Хорошо Это Мы доказали Предложение 2 Мы знаем Что если П Это Проектор На Л То Вот Этот Новый Оператор Это Проектор На Корнем Ж Отличающееся Выражение Так Отсюда Можно Сделать Такой Такой Вывод Давайте Я Доказательство Сотру Тоже Сейчас Корень Следствие Следствие У нас Такое Давайте Подумаем Ну вот Опять же Пусть у нас Пи Проектор На Л И Пусть у нас Есть В нашем Пространстве В нашем Фазовом Пространстве Такое Подмножество Что Пи Штрих Пи Штрих Сж Один Тогда Верно Следую Что Вероятность Сейчас Я напишу Потом Это Обсудим Вероятность Того Что Во-первых Вот Такое Равенство Нам Обещают Здесь Не Написано Что Такое Вот Это Просто Множество Таких Конфигураций На Е Их Что Они На самом Подмножество Е Штрих Ну Можно Думать Например Что Е Это Вся Прямая А Е Штрих Это Ну Скажем Р Минус Какое-то Конечное Ну Какое-то Ограниченное Множество Так Почему Это Верно А В качестве Монтипликативного Функциала Ставите Характеристическую Конечно Надо Понять Надо Заметить Что Вот Эта Вероятность Это Мат Ожидание Мультипликативного Функционала С какой-то Функцией Ж Давайте Только Сообразим Какую же Функцию Ж Надо Взять Ну Ж Будет То ли Индикатором Е Штрих То ли Дополнение Давайте Сообразим Кого Надо Брать Е Штрих Мы Хотим Чтобы Она Была Если У нас Частица Попала В ней Е Штрих Все Сразу Ноль Значит Мы Дал А если Е Штрих То Красно Просто Единички Где Ж Здесь Можно Написать И Е Значит Е Штрих Так Хорошо И Что Тогда Сейчас Или Да Это Ж Минус Один Сейчас Тоже Сыграет Тут Действительно Есть Некоторые Немного Значит Если Мы Пишем Давайте Мы Вспомним Что Мат Ожидание Пси Ж Это Определитель Ядром Чего Один Плюс Ж Минус Один К Значит Если У нас Ж Вот Такая То Здесь Мы Соответственно Пишем Ж Минус Один Ну То есть Как раз Получается Минус Хи На Е На Е Штих А Вот Это Вот Вот Это Хи Второй Можно Писать Можно Не Писать Ну На Таком Матричном Языке Это Я надеюсь Понятно Мы Что Делаем Как бы Мы В одном Случае Ну У нас Есть Вот Эти Единичная Матрица И Мы Когда Мы Делаем Вот Это Мы Соответственно Ну Вот На этом Е Минус Е Штрих Вставляем Кусок Из Матрицы П И Вставляем Его Ограничив Его И по Другой Оси А Если Мы Только Один Напишем Вот Этого Писать Не Будем То Он У Нас Будет Как В Этой Матрице Вставлена Вот Такая Вот Колонка Но От Того Что У Нас Вставлен Вот Здесь Нам Совершенно Это Никак Не Влияет На Определитель Потому Что В Этих Столбцах Так Скать Мы Можем Брать Только Эти Единички И Соответственно Вот Это Доказать Совершенно Бесполезным Но Строгое Доказательство Оставляем Слушателя Так Хорошо Доказали Дальше Мы Можем Теперь Еще Разобраться В Такой Формуле Написать Что Тогда Если Я Рассмотрю Условную Меру Конечно Обозначение Интересное Значит Во-первых Что написано Слева Слева Написана Мера Которую Мы теперь Рассматриваем Только для Подмножеств Вот этого Пространства Конфигурации Которые Все сидят На Е Соответственно Заминательно Написана Просто Нормализация У нас Слева Написана Вероятностная Мера А Пи Е Штрих Это Пи Штрих Это Ортогональный Проектор На Хи Е Штрих Эль Доказательство Немедленно Вытекает Вот Из этой Формулы У нас Собственно Это здесь И написано Мы только что Выяснили Что Эти Давайте Подумаем Сейчас Да Сейчас Сейчас Да Давайте Посмотрим Значит Что Авторов Написано Так Автора Вернее Давайте Подумаем Это Естественно Вот Это Вот Условие Давайте На него Посмотрим Сейчас Просто Даже Не Видит Правдоподобно Из Вашего Примера Потому Что Это Никогда Не Происходит Да Значит Это Условие Значит У нас Ж Это Мы писали Ж Это Хи Е Штрих Да Ж Это Хи Е Штрих Соответственно Вот Это Условие У нас Должно Приобрести Да Вид С Дополнением Да Спасибо Вот Мы Еще Одну Печатку В этой Работе Нашли Сейчас Сразу Поправлю Хорошо Это Вот Мы Доказали Это Пока мы Получали Всякие следствия Из того Что написано Здесь Слева С этим Мы пока Ничего Не Не Сделали Сейчас Будем Двигаться В сторону Доказательства Идея Доказательства Состоит В том Что надо Разбить Наше Множество На Такие Куски Где Ж Примерно Одинаковое Ну Там Где Ж Не Слишком Большая Вот И Тогда У нас На самом деле Все Получится Так Давайте Посмотрим Сейчас Я хочу Стереть То Что Мне Не Надо Мне Ничего Не Надо Идея Состоит Вот В чем Что Мы Рассматриваем Разбиение Нашего Е Дезинфинтное Объединение Каких-то Е В счетном Числе И мы Рассматриваем Вот такое Пространство Операторов Собственно Вот Кси Оно и Состоит Из этих Е Мы Рассматриваем Пространство Операторов Ж Кси Которая Так Сказать С одной Сторону Все Такие Операторы Они С одной Стороны Гильберт Шмидтовы А с другой Стороны Мы Хотим Чтобы Они Были На каждом Из ген Хорошие То есть Следового Класса Вот Идея В этом Ну Давайте Я напишу Что Норма К Это Норма К В пространстве Ж2 Плюс Сумма Норм Вот Так Ну И Соответственно Само Это Пространство Стоит Из тех Операторов У которых Норма Конечна Позвольте Мне Это Уже Не Описать Вот Дальше Идея Состоит Вот В чем Что На этом Пространстве Мы Можем Определить Детерминант И мы Можем Его Определить Вот Таким Вот Образом Детерминант 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 Вот То есть Это Некоторые условия Некоторые продолжения Если бы у нас К сам лежал Если бы К был сам Следового класса То для него Это было бы Тождеством Мы Теперь Написав Вот это Продлили Это На все же Кси А Почему мы Это Сюда Продлили Ну Понятно Что Вот этот ряд Сходятся Экспоненты Определена А почему Здесь Существует Определитель Вот От этого Выражения Что мы Тут Получаем Благодаря Вот этому Странному Выражению 1 плюс К На Естепень Минус К А разложение В ряд И там Степень Получается Да Значит Это Вот Та же Идея Которая У нас Уже Возникала Что У нас Если Мы будем Писать Степени То Как бы У нас Будет Линейный Член С которым Будет Проблема Потому что След К Не обязательно Есть след А у К квадрата Есть Потому что К Гильберт-Шмидта Произведение Гильберт-Шмидтов Это снова Оператор со следом А здесь А здесь У нас Что будет Написано Будет Написано Один Плюс К На Один Минус К Там Квадрат Пополам И так далее И как раз Член К У нас Сократится Ну а дальше Что-то Получится Там Естественно Все Работает Все Прекрасно И поэтому Вот это Выражение Оно Определено Здесь А почему Оно Для Хороших Операторов Для Операторов Которые Сами Обладают Следом Это Верное Равенство Чего Ну да Тут надо Вспомнить Что Значит Как там Определитель Произведения Равен Произведению Определителей Там Уж по крайней Мере Для Операторов Со следом Поэтому Здесь Мы можем Написать Отдельно Определитель Этого Отдельно Определитель Этого И нам Надо доказать Что Определитель Е в степени К Это Вот это То есть Надо Выяснить Почему Вот это Вот это Дед Е в степени К Так Так А правда Что Есть Этого 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 Ну Я думаю Что Правда И Доказательство Я думаю Получается Предельным Переходом От Конечномерного Случа Любой Оператор Со следом Получается Как предел Конечномерных В соответствующей Норме И Соответственно Конечномерных У нас Все прекрасно Ну Здесь Просто Можно Спектр Посчитать Единственное Тут Ну Да То есть Можно Сумму Следов Писать Просто Как След Всей Вот Этой Матрицы Надо Брать Базис Согласованный С разбиением На Ти Яд Вот Хорошо Значит Мы Эту Формулу Мы Увидели Она Нам Значит Да Еще Один Факт Которого Я Не Доказываю И Который Как Мне Кажется Можно Получить Тоже Предельным Переходом Сказав Что Вот В этом ЖКСИ Платный Опять же Расскажем Оператор Со следом Это То Что Вот Так Определенный Определитель Все равно Остается Дет А Б Равно Дет А Дет Б Вот Александр Игорьевич Пишет Просто Вы Клирли Хэв Но Значит Мне кажется Не настолько Все просто Но Давайте Я тоже Все-таки Оставлю Как Упражнение Так Вот Предложение Следующее Такое Что Если У нас Ж1К Лежит В ЖКСИ Вот Это Как раз То О чем Мы говорили Если бы он Лежал В Ж1 То мы бы Просто Воспользовались Предыдущим Случаем А теперь Мы пишем Что он Лежит В ЖКСИ Тогда ПСИ Ж Лежит В В1 И Мат Ожидание У него Ну вот Так Ну давайте Сообразим Почему Это Так Если У нас Ж1К Принадлежит ЖКСИ Ну Я бы Рассуждал Примерно Так Что Вот Этот ПСИ Ж Есть Произведение Ну Как бы Надо взять Функцию Ж И отдельно Посмотреть На каждом Кусочке Тогда Что Что у нас Получится У нас Получится Сейчас Как-то Я это Немножко Продумал Так Хорошо Мы можем написать что мы можем написать, что g, g минус 1, мы можем написать, скажем, что это и есть сумма и от e, n на, так сказать, g, n. Ну как это? Нет, не подожди, вы можете себе написать, что это g минус 1 или справа? Сейчас. Сейчас. В цж это сумма, g минус 1,5. Ну хорошо. Хорошо, значит мы можем написать, что Пси g это произведение Пси g, n, где g, n это 1 плюс g, n на g минус 1. Это мы можем. Так, если мы считаем от ожидания Пси g, n. Во-первых, от ожидания произведения считать это уже так себе задача. Ничего хорошего мы на этом пути не получим. То есть либо надо повторять как бы доказательства вот этого факта, что, ну тут, либо надо делать какой-то предельный переход. Пси g просто конечный носитель, ну вместо g минус 1 плюс конечный носитель. Это, конечно, тоже не очевидно на самом деле. Дело в том, что вот за счет этих, так сказать, внедиагональных членов мы тут можем как бы какие-то какие угодно гадости устраивать. И, в общем, надо как-то отдельно об этом позаботиться, что там все хорошо. Я думаю, что вот эта вот штука все-таки не дает сделать все настолько плохо. Ладно, давайте мы поступим следующим образом. Мы в это поверим. Это не просто продолжение по непрерывности. А, хорошо, продолжение по непрерывности чего и куда. Ну вот, опять же, если же взять какую-то положительную функцию, ну, g минус 1, и вывязать ее, допустим, это верно? Сейчас, а, вы хотите... Хорошо, значит, мы... Норма, которую мы ввели, это в точности для положительной функции будет r1 норма, r2 норма, r2 норма, g минус 1. Да, значит, мы отдельно можем рассматривать ту часть, где g больше единицы и где g меньше единицы, и для каждой из них, значит... И тогда по, соответственно... Ну, понятно, как в правой части делается переход, там в левой части потерями бы более... Да, по монотонности. Это, наверное, правильное соображение, да. Да, я думаю, это нам позволит перейти к пределам, да. Так, надо еще что-то повторять? Или до того, что сказал Сережа, достаточно? Значит, идея такая. Идея такая. Смотрите. Давайте мы функцию g разобьем на ту часть, где она больше единицы, где она меньше единицы. Ну, в смысле, между нулем и единицей, да, и от единицы до бесконечности. Тогда можем отдельно доказывать для каждой из половинок, Ну, дальше надо будет собрать, на самом деле, половинки снова вместе. Ну, давайте это сомнем. Значит, хорошо. Давайте возьмем теперь какой-нибудь один... Нам не обязательно собирать их вместе. Не обязательно, нам надо для любой функции же. Мы достаточно это доказать для модуля функции. В смысле для модуля? Ну, для модуля же его садим. Потому что, если модуль абсолютно интегрируем, то и такой предельный переход делается так же. Сейчас. Нет, тут вы меня, по-моему, немножко пытаетесь обмануть. Ну, ладно, да, давайте начнем со случая, при том, что у нас, скажем, G везде больше единицы. Если G у нас больше единицы, то я могу эту G приблизить... То тогда что у меня вот здесь написано? Тогда вот это условие, оно у меня приобретает вид... Какой? Значит, G, K и вот это. Сейчас, а что вы говорите про L1 и L2 норму? Да. Я как-то... Ну, понятны некоторые условия. Вообще, на K накладывание. Я вот, чтобы G2 норма оператора Gn1, была L2 нормой Gn1, нужно свойство проектора. Да, если... Сейчас, а нам это сказали, что это проектор или нет? Нет, нам вообще, говоря, не сказали. Ну, да, для проекторов тут действительно можно... Хотя проекторы могут еще на кривые пространства, никак не связанные с разбиением на Еn, и тут как бы все становится немножко сложнее. Нет, это прикрепенно про G2. Про G2, да, про G1. Это просто интеграл по диагонали же от X, K от X, X. Но тут надо потребовать тогда самосопряженности. Ну, хорошо, самосопряженность у нас есть, допустим. Хорошо. Ладно, значит, давайте это поверим действительно. А тогда, если мы в это поверили, мы, на самом деле, практически уже уцели. Значит, если, опять же, у нас G-1К принадлежит G кси, А и 1 плюс G минус 1К обратим, то действительно вот эти операторы B, G, K и B с волной G, K, они порождают эту самую меру. Ну вот, давайте писать, P, B, G, K, удовлетворяющую вот этому равенцу. Для этого предлагается сделать следующее. Предлагается... И вот, собственно, здесь как раз... Откуда это предложение берется? Потому что как раз здесь для него работают... Собственно, вот эти два условия. Тром, то, что нам нужно. Потому что для любой функции F ограниченной... Полагаю, что еще и эфинистной. Верно же тогда, что мат ожидания Psi F, Psi G поделить нам от ожидания Psi G. Ну, это мы считали, да? Помните там это вычисление? Ну и то же самое с B с волной. А это значит, что если мы рассматриваем меру с плотностью Psi G и отнормированную, то есть ровно вот такую, то мы получаем, что новый процесс у нас детерминантный с вот этим B, G, K, оператором. Вот. Поэтому здесь все получается практически автоматически. Теперь, опять же, последний шаг. Надо сообразить, почему как из вот этого вот условия вытащить, что тогда G ну вот это вот условие G-1K принадлежит G кси с подходящим кси. Какие тут вот предложения? Насколько я понимаю, достаточно, если у нас G-функция ограниченная, то давайте так, ограниченная, отделенная от от нуля. Сейчас. Нет, хотя нет, ноль нам вроде ничем не вредит. Или отделенная от единицы нам. Ну да, то есть идея стоит в чем, что вот у вас есть вот такой оператор и мы его можем умножить вот на этот оператор или там поделить на, ну то есть оператор умножения, если оператор умножения и деления на вот эту функцию у нас непрерывный, то все прекрасно. У нас там есть соответствующая оценка и все работает. но это значит, что то есть когда у нас плохо. У нас плохо, когда вот это число слишком большое. Или если, ну как сказать, оно либо обратное к нему. То есть нам плохо, когда либо G от х равно единице, либо когда G от х очень большое. Ну давайте мы разобьем, соответственно, ну нашу ось так, ну скажем, вообще на очень маленькие отрезочки. по значениям функции G. Тогда у нас в каждом, в каждом, то есть тогда у нас оператор умножения на функцию G в ограничении на каждое е, он почти постоянный. Да, это умножение на функцию, которая там мало отличается от единицы, и потом еще умножение на некоторое число С. Когда вы на С умножаете и делите, то там со следом происходит понятно что. поэтому, когда вы вот это вот все сделаете, там умножите и разделите, то у вас ничего не поменяется. Вся неприятность будет отсчет умножения на вот эту вот непостоянную часть. А у ней норма почти единица. И у обратного тоже. Поэтому сильно вот эти вот все нормы у вас не поплывут. От того, что вы пишете там умножение вот таким вот образом или вот таким вот образом. вот и все. Поэтому если у вас этот лежал в G1, то он лежал и в соответствующем Gc, а тогда мы, как мы видим, вот это выражение тоже будет в Gc. И значит мы можем применить нижнее предложение и получить все, что нам тут хотелось. Вот такой вот замысловатый путь к доказательству вот этого вот утверждения. Хорошо. Это мы объяснили, что тут можно делать. Давайте мы в несколько таком более режиме экскурсии получим еще несколько результатов. и я здесь все доказывать не буду. Но сейчас. так, давайте это я пропущу. Тут возникают на самом деле такие. Сейчас. Сейчас. Одну минуту. Кажется, пропустим условия. А, вы, Александр Ильич, хотите продолжить? А, ну, тогда давайте мы как раз на сегодня с этим закончим. С борьбой с операторами интервинатными. И после небольшого перерыва тогда Александр Ильич там продолжит. Вы как раз. Хорошо. Дима, нажми там красную кнопочку. И большого проверка. Нет, там вот справа есть кнопка. Сейчас, ну, дальше нажим. Такая красная, вот, надо нажать. Запись. Монотонным образом. И тогда мы дальше, вот, вот, как говорил Сережа, потерями леви, переходим. Потерями леви и делаем, проделаем. Вот и свершу. Хорошо. Так что эту дырку мы закрыли. И теперь вот сам. Конечно, давайте. Так что вообще, я не пойму. Туда же, кстати, курс предполагает активное участие. Активное участие публики. Активное участие. А вы тут как-то сидите, не участвуете. Так, друзья, давайте попробуем. Значит, начнем с того, что... Начнем с того, что я хочу выписать... Да. Выписать такие формулы. Я хочу выписать формулы. Так, это все мы стираем. Значит, выписать формулы. Я хочу 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 выписать hätte формулы. Я хочу выписать формулы. Яочи. Я хочу PPE. Выписать. contemporary это формулы, Такере, Да. Для чего? Для... ...ортогональных полиномов. Да, для ортогональных полиномов я рассматриваю ортогональный полиномальный ансамбль. Значит, здесь я следую работе Бородина и Страхова. Я рассматриваю ортогональный полиномальный ансамбль с совершенно произвольным весом. Там у них рассматривается более общий случай, но нас это не интересует. И я рассматриваю, дорогие друзья... Я рассматриваю... Интеграл по этому ортогональному ансамблю... ...интеграл по этому ортогональному ансамблю... ...от такого выражения, от такого произведения... ...произведение Z минус X поделить на W минус X... Значит, X я специально пишу... ...я специально пишу... ...как бы, чтобы не подчеркивать, что тут конечное произведение. Но в данном случае это конечное произведение. Я беру его математическое ожидание. Это некоторая функция. Так вот, Бородин Страхов... ...дает вот такую прекрасную формулу... ...для ядра. Дает вот такую прекрасную формулу для ядра. Мы помним с вами, дорогие друзья, что это ядро Кристофеля Дарбу... ...там и так далее. Что тут есть ядро Кристофеля Дарбу. Очень хорошо. Так вот, корреляционное ядро... ...в честь чего? В честь степени. В честь степени. В честь степени, в честь степени. В честь степени. Так вот, Бородин и Страхов, они дают такую прекрасную формулу для корреляционного ядра. Прекрасно. Прекрасную формулу. Прекрасную формулу. Прекрасную формулу. Прекрасную формулу. Прекрасную формулу. А вот вы решите и расскажите нам. А у нас этот мультипликативный функционал определен, если у нас дубль В, ну вот где мы там живем на отрезке или на окружности? Ну... Правильно, тут есть предельный переход. Тут есть предельный переход. Определён, он определён, да. Он определён. Он определён. Он определён. В этой степени он определён, да. Да. Как обычно в смысле главного значения. Да, конечно. Продолжается. Конечно, да. Тут есть вот как раз, как это объяснить, вот ваш вопрос законный. Это же речь идет как раз о скачках голоморфной функции, когда она перескакивает. Ты же как раз про это и хочу поговорить, собственно. Да, вот как понимать эту формулу, тут есть некоторый вопрос. Я как раз про это и хочу поговорить. Как раз про это и хочу поговорить. Как раз про это и хочу поговорить. Я обращаю ваше внимание, что вот эта формула, она показывает, что вот эти функционалы-псишки, что они, так сказать, даже более, ну, тоже даже более, что они как бы так же фундаментальны, как эволюционные функции. Они содержат в себе всю информацию о процессе. Они содержат в себе всю информацию о процессе. Тут вот запрятано преобразование Гильберта, и, собственно, про него я и хочу поговорить сегодня. Пусть у равно в. Нет, когда у равно в, то это, понимается, дифференцирование. У равно в? Нет, у производной берется. А в единице? Нет, у производной берется. Наберется производная. Наберется производная. Здесь конечно, что когда Z стремится к 1, то не стремится к единице. Стремится, но берется производная. Берется производная. Нет, подождите. Я, хорошо, значит, вот возьмем нижнюю строчку и перейдем к идеалу, когда 2 стремится. Я же говорю, берется производная уже. Десять раз нам повторить. Берется производная. Ой, это выражение берется производная. Производная не может браться, так сказать, в лютаристке, она... Но тут она берется, она берется, производная, берется, производная, берется, производная. А не получится разрывная тогда какая-то функция? Нет. Нет, даже почему? Даже психу, значит, вот еще раз, у нас слева... Ну берется, ну что ж такое? Ну берется, производная. Хорошо, я утверждаю, что предел правой части, это предел вида 1 делить на 0, он бесконечный. Ну потому что надо взять производную, надо вычесть вот этот 1 и взять производную. Подождите, вот функция k от uv, функция двух переменных, которая непрерывно, наверное. Да, это так. Замечательно. То берется, производная. k от u равно пределу вот правой части. Ну тогда надо взять производную, я сейчас скажу. Ну не может быть формула, которая как-то зависит от фазы луны, то берем производную или берем. Но тут нужно взять производную, тем не менее. Я скажу, что формула тем самым неверна. Ну вот это упражнение. Это упражнение, это часть упражнения. Надо производную взять, надо взять производную. Давайте я напишу крамочки. Это часть упражнения. Пройдем второго порядка. Не то, что сумма надо, что произведение надо пройти с главного значения. Нет, произведение-то ладно. А что эта формула вообще неверна? Надо взять производную. Но это берется скачок. Но ты перескакиваешь через 10 часов, ты берешь скачок. Но это нужно правильно понять, эту форму. Ты берешь скачок. Вы это скройте правильно. Я не хочу удаваться подробностей. Это надо, как сказать, здесь есть что продумать. Да, скачок берется. Обычно это гидром, записываем помощью формы Кристофеля Дарбова. Дарбова, это факт, да. У нас нагнатие тоже там X, X, Y. Да, это так. Знаешь, что у нас вот этот предел совпадает с органами и подумывания с этой разностью? Да, конечно, ну конечно, ну конечно. Ну конечно, ну конечно, так это так и есть. Ортагональный полином, это же есть, это такая формула даже есть. Это правильно. Это один из способов, конечно. Там как бы так, кстати, можно поиграть, да. Правильно, это правильно. Да, значит, но я хочу поговорить вообще о другом. Я хочу поговорить про, сегодня я хочу поговорить все-таки вот про гармонические функции. Так, это я стираю. Значит, я хочу поговорить про гармонические функции. Мы с вами в прошлый раз Мы обсудили Задачу Дерехле в кромке И эту задачу решили Это интеграл ПЗ от тета У от тета Где ПЗ от ядра плосона, которое мы находили в прошлый раз Очень хорошо Очень хорошо И мы сопоставили Значит, мы Нашли Нашли Алексей Владимирович Изучая работу Будет не страшно Но это потом вы поизучаете После занятия Подождите Сейчас тут будут еще ошибки Так что Давай Не отвлекайтесь Поизучайте еще Вот она тут есть Все есть Таким образом Что мы видим Что коль скоро у нас есть Функция Голоморфная Голоморфная в круге Функция ПСИ Голоморфная в круге И давайте сейчас Скажем И непрерывно Открыть границы То У от ПСИ От зета Давайте так ПСИ от зет Есть интеграл ПСИ от зета И это формула Йенсена И это формула Йенсена Да Да Или если ее записать В Вам И это не понял все прекрасно это я пишу обычно нет все правильно все правильно я говорю все правильно я говорю это формула формула инсона или пуассона 은цв слепее я хочу в этой формуле взять логарифм теперь я хочу в этой формуле взять логарифм и в эту формуле хочу взять логарифм Этого никто мне запретить не может. Дать в этой формуле логарифм. Неправда, да? Значит, я хочу взять функцию f. Давайте так, функцию f. Да, функцию f. Да, и хочу взять вот такой вот интеграл. Интеграл от логарифма. Ну, собственно, f. А, да, f. Вот это. И тогда нам Йенсен говорит, значит, в предположении, что f от нуля не равно нулю. Что это равно логарифму 5 от нуля? А f какая? Голоморфная. Голоморфная. f голоморфная. f голоморфная. Давайте сейчас f будет даже чуть-чуть дальше, за пределами единичного круга. Давайте чуть-чуть в окрестность. Давайте в окрестность единичного круга. f голоморфная в окрестность единичного круга. Давайте так. f голоморфная в окрестность единичного круга. Что еще надо добавить? Что еще надо добавить? Что еще надо добавить? Да. Гармоническая клиниция. Это факт. Да, похоже, но есть хитрость. Вот вы правы, но есть хитрость. Давайте за... А вот, может быть, кто-то видит. О! Вот орлиный взгляд Алексея Владимировича и Ильи. А там будет, наверное, какая-то сумма по нуля функции. Да. Да. Именно это и будет. Нет, просто сумма логарифмов. Так и будет. Да, это так. Это так. В данном случае эта сумма конечна. То есть, если бы, Миша, нулей не было, то вы были бы правы. Да. Без уточнений Ильи. Да, я согласен. Да. Но, учитывая, что нули есть... Это положительное число. Ну, я просто, что один... Ну, вот, нули-то внутри единичного круга. Правильно? Нет, все правильно написано. Сейчас, формулу Бассона и Генсона, но все-таки, в какое положение... Нет, на данном этапе мы говорим голоморфно, в окрестностях. Вот левая формула. Пси-голоморфно. Это на самом деле, на самом деле, нужно только достаточно того, чтобы вот эта вещественная часть была интегрируема. Сейчас. Возьмем функцию H-дестора равную И. Она прекрасно повторяет всем условиям. Хорошо, на самом деле, что если взять функцию единица, то мы вроде как интегрируем минус единицу. Потому что там минус написано. Поэтому тоже не очень хорошо. Это очень правильное замечание. Очень правильное замечание. Тут есть константа. Ваше замечание исключительно законно. И, собственно, я прошу прощения. Ваше замечание исключительно законно. Собственно, вокруг этого мы и крутимся. Это я неправильно... Это я неправильно писал. Константа, она зависит от всего, у нас есть, от C, от Z. Это константа. Важно, что это константа. Она не зависит от Z. В частной подстановке. И, например, она находится. А она вещественная или какая-то? C вещественная, да, конечно, да. С вещественная. Давайте, если вы эксперим, ставим единицу. Функция какая-то единица. C равно 0. Значит, мы интегрируем единицу, все прекрасно. Е в степени E, это она минус E в степени E, это это. Простите, в какой точке? Единицу Z какой-то? Ну, я думаю, мы считаем. В нуле, ну, в нуле, ну, в нуле, ну, и единица. Ну, и прекрасно. Это C в Сиде. Ну, и прекрасно, ну, и что? Почему равно вот эта дробь Z плюс A делится? Да что ж такое-то? А, ну, правильно. Правильно, 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 правильно. 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 Спасибо большое. Все правильно. Вы правильно говорите? Вы говорите правильно, Алексей Владимирович. Вы говорите правильно. Вот за это и c и идет как бы борьба, правильно, нет, все правильно, 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 вот это правильно, я прошу прощения, я забиваюсь немножко, но все вы говорите, все абсолютно правильно, за это и c и идет борьба. Правильно, как бы вопрос в том, то есть вот, да, я прошу прощения, формула Йенсена понятна, как доказывается или нет? Ну надо окружить, ну там достаточно, про несложно доказываться, надо окружить каждый нулик, то есть тут два способа может быть, во-первых, можно эти нули вышвырнуть. А вот это, нет, ну вот это мы фактически доказали, вот это же и есть ядро пособов. Ну да, я обращаю ваше внимание, что функция, функция, функция. Голоморфная в диске и чисто мнимая, есть константа, такое глубокое наблюдение. Глубокое, я прошу прощения, друзья, значит еще раз, вот эта функция совпадает с преобразованием Эхерглотса от своей вещественной части, но может быть маленькая поправочка, которая, естественно, поправочка на константу, которую, естественно, не поймаешь. И вот мы сейчас как раз вот эту поправочку, как бы, так сказать, и пытаемся поймать. Значит так, вот эта формула Йенсена, понятно, да или нет? Так, окружили каждый нолик. Ну, конечно, хотим, да, хотим, хотим, мы хотим, мы хотим, да, мы этого хотим. Ну, тогда у нас логарифм функции f, это настоящая гломорфная функция. Нет, именно логарифм модуля. Нет, логарифм сам, логарифм сам. Я просто про это говорю, да, можно ли я? Нет, логарифм модуля, логарифм модуля, да, гармоническая функция, да. Можно, нет, наверное, все-таки окружить нули, это, наверное, плохая идея. Нет, можно, наверное, все-таки нули надо выкинуть, вышвызнуть, вычленить, вычленить нули. Я думаю, что это лучше. А, да, ну давайте, подскажите. Пожалуйста, пожалуйста, да. Мне кажется, если мы окружим нолики. Так, давайте, давайте, окружим. Действительно, да, окружим. Тогда у нас выше что-то говорили, что мы чуть пошли регламорф, да? Значит, у нас функция, обращаю внимание, логарифм просто f. Она у нас... Так функции-то нет все равно, где же нет функции логарифма просто f. Хоть мы окрузили, ее нет функции, но тебе да. У нас не одностоятельная функция. Область не одностоятельная функция, да, функции нет. Я говорю, нет, не получается. Нет, это я тоже, вот я тоже... Можно добавить разрезы, которые сделают ее связаны? Можно. Это можно, действительно, да. И что? Интеграл-то будет выбраться от разных, и у нас горят, и получится еще дополнительно головной будет. Нет, там, наверное, может как-то выкрыть. Наверное, можно разрезики сделать маленькие. Наверное, можно выкрыть. Наверное, можно выкрыть. Почему вот эти два интеграла у вас будут сокращаться по разрезам? Я бы делал так. А мы ведь, наверное, можем написать функцию, которая здесь, по-моему, равна единице, и имеет тут ноль. Вот обратите внимание, вот это мехмат, мехмат, мехмат. Пожалуйста, Илья, что это за функция такая, которая имеет ноль? Если я скажу Валерию Константиновичу... Я не расслышу, правильно? Ах, не расслышу. Что за функция, которая на единичной окружности равна по модуле единицы, и в данной точке лямбда имеет ноль? Как называется такая функция в простоте? Функция, которая отображает единичный круг в себя, и имеет ноль, и переводит ноль в точку лямбда. Или лямбда в ноль. Пожалуйста. Давайте. Видите, Миша сегодня прямо все нам рассказывает. Давайте. Это... Ну, точку лямбда. Ну, давайте начнем с одной, начнем будем скромно все вести. Скромно все вести. Скромно все введем. А у нас все, вы знаете, по 10 раз все повторяется для ясности. Вот Илья в прошлый раз у нас продинамил. Она на границе единиц, а в точке лямбда... По модуле единица. По модуле, естественно. Да, в точке лямбда нуль. А что мы можем делать практически? Да. И это называется... Бляшки. Да. Теперь можно f поделить на это произведение. Бляшки. О-о-о. Да, ну вот. Теперь этот интеграл не изменится. Левая часть ля. Правда, сейчас. Алексей Заваневич просто сегодня блещет. И мы f поделить на это делим в нашу единию. Бляшки. Да. Действительно, этот интеграл у нас не изменится. Ни в коем образе. Ни в малейшем. Вот. Это, ну, соответственно, одна этой функции. А эта функция у нее уже все 0 и нет. И таким образом. И таким образом. Обозначьте, обозначьте, я вам скажу. g от z. Да. Так, это все-таки через два марта, да, вы считаете? Нет. Нет, это герметически? Прямо пишите. Логарифм g, ну да. Логарифм 0, g от z. Да, равен. Равен интегралу, да? Интеграл. Нулей-то нет. Да. Логарифм называется g, и сейчас сразу я напишу так, что он в следующую секунду изменю на взгляд. Да. Вот. Это формула. Это вещественная часть от левой формы. Да. Это называется теорема в среднем, а это называется фания. Да. Теперь осталось записать, что это логарифм g от поля. Ну, это, видимо, логарифм 0, минус, логарифм минус. Пишешь минус, когда плюс. Нет, почему. А, ну минус, хорошо. Логарифм b. А, ну это да. А логарифм b от поля. Давайте так. А, да, естественно. И линус может снести, и будет плюс. Вот прекрасные слова. Фантастик. Ну, в общем, просто нам надо. Да, вот и все. Да. Ну, давайте еще раз, чтобы нам радоваться. Да, 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 вот это да. Да. Радость повестки дня. Да, правильно. Да. Отлично. Очень хорошо. Сейчас, задайте. b, а значит, логарифм b. Ждем. Это хотя бы вот этот минус, который... А, вы... Потому что... Минус на минус выходит плюс. А, вы, да, да. Какие сайты. Марина Цветаева. Да, да, да. Так вот. Алексей Иванович, вы Сережа плохому учите? Сережа тоже читает, вы, наверное, страх. Я даже воздерживаюсь от комментариев. И теперь мы хотим написать вот такую вот максимальную, то, что называется максимальная функция сигео. Теперь вот после этих предисловий мы пишем максимальную функцию сигео. Максимальную функцию сигео. А доказательство его густереть. Правда же? Мы пишем максимальную функцию сигео. Активную функцию сигео. Активную функцию сигео. Да. Да. И вот понимаете, мы можем получить, так сказать, назад нашу функцию h, а можем не получить Можем получить назад, а можем не получить Да, вот если мы получаем, если, если h равно e в степени и c, то такая функция называется внешней То функция, то h называется внешней Разумеется, предполагается, что логарифмаш, логарифмаш лежит в алятель Да Ну то есть главная соль, как бы в чем главная соль? Что? А, та, что кроме мелького мотости в Луки мы ничего не требуем Ну вот еще Подождите, я экспоненту, я экспоненту написал Сейчас она еще должна быть неправильной границей или что? Нет, она не должна быть, вообще говоря, не будет неправильной границей Ну и соответственно h не будет, нет, нет, это не, это не требуется Она будет иметь все моменты h она лежит во всех лп она лежит во всех лп И в круге и на окружности И в круге, и на окружности Она лежит во всех ЛП, и в круге, и на окружности. А на границе она вообще аж ограничена, не ограничена? Нет. Нет. Но у нее есть пределы. Но у нее есть пределы. И это как раз и есть следующая теорема, которую я хочу сформулировать. У нее есть пределы. И у этой функции есть пределы. Она не... Как это сказать? Она не... Как объяснить мы мысли? Она не обязательно непрерывная, но она является пределом своих... Сужений на меньшей окружности. Пределом при R стремящихся к единице, на самом деле это вообще даже и понятно. Может быть, даже я, кстати, это доказательство могу и, как сказать, зажать. То, что пределом функция... Это функция интегрируемая в квадрате? Интегрируемая в квадрате. Можете написать утверждение? Пожалуйста, можно написать утверждение. Можно написать утверждение. Я сотру тогда вот формулу Пуассона. Можно, конечно, написать утверждение. Можно написать, да, и вот это звучит на хорошее, вот именно что, да, я сатур. Можно, конечно, написать утверждение. Пусть аж лежит, пусть аж голоморфно в д и супрему при р, стремящемся к единице. Интегралов по окружности hre в степени тета в квадрате d тета меньше плюс бесконечность. Тогда последовательность, вот эта самая hr, hr сходится в l2. То есть наша функция h имеет граничное значение, как минимум в l2, но на самом деле и почти всюду. То есть в l2, а на самом деле и почти всюду. Правильно, что в этой формировке слово внешний не используется? Не используется. Не используется. И почти всюду не используется. Это абсолютно правильное и точное понимание. То, что в l2, это понятно, то, что и почти всюду требует некоторых усилий. Давайте это сейчас вынесем за скобки. Это требует, это некоторое отдельное доказательство. Не очень, не бог есть какой сложно, но это некоторое отдельное. Но то, что в l2, это, по-моему, очевидно, да? Ну как, ну вот сумма a n e в степени i n тета, и причем сумма a n в квадрате меньше плюс бесконечности, вот в силу вот этого условия является пределом суммы a n r в степени n e в степени i n тета. Алексей Владимирович, даже ваш строгий педантический взгляд не найдет здесь никакой неточности. Ну и все, ну вот, так что, конечно, он имеет граничное значение. На самом деле они имеются и почти всюду тоже. Почти всюду они тоже имеются, конечно. Хорошо. Хорошо. Значит, теперь давайте поговорим немножко вот про что, про такие вот очень красивые вещи. А, сейчас еще одна маленькая лемма, еще одна маленькая лемма, и потом пойдем на красивые вещи. Так, я могу все стереть? Давайте я все сотру, но нам это все будет нужно. А вам-то не рассказывали в курсе, скажем, там, комплексного анализа? Вот это, вот это, внешние функции, вот это все. Нет, нет, нет. Нет, вот совершенно напрасно, Мишка. Ну, про высшую школу я вообще молчу. А на стихе тоже не рассказываю. Видите, как? Видите, как? Видите, как... Лемма смело. Пусть f гламорфно, а вещественной частью больше нуля. Тогда f внешне, но это мы даже не будем доказывать, это ладно. Но что для нас важнее, что f лежит в любом Lp от окружности при p меньшем единице. Меньшем единице. Меньше единице. А при L1 не обязан лежать. Может и не лежать. Такая вот военная хитрость. Повторите. Lp от T в смысле уголовных пределов. Ну конечно, разумеется, да, конечно. Да, конечно, да. Ну и действительно, действительно, обратите, пожалуйста, ваше внимание, что... Вот, смотри, как раз там аргумент. f от z в степени p. Вещественная часть положительных аргументов от z в степени p. День же равен, действительно. С этим спать не возможно. Тут никуда не уйдешь от этого. Действительно. А значит, обратите, пожалуйста, внимание, дорогие друзья, что интеграл от f от r 혹시 от з в степени будет в т.к. 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 Продолжение следует... 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 Мы же находимся в полуплоскости. Мы находимся в полуплоскости, а степень меньше единицы. Мы находимся в полуплоскости и степень меньше единицы. Все нормально, все хорошо. Всегда можно вызводиться от этого счастья. Всегда можно вызводиться от этого счастья. Выбрать ровно ту веку степень, которая от вещества... Не-не-не, все можно. Ну, конечно, ну, конечно, абсолютно. Ну, конечно. Нет, нету затруднения, Миша. Миша и Илья, нету затруднения. Хорошо. Следствие. Следствие. Продлежащая команда. Что если у лежит в л-бесконечность, то преобразование Гильберта не лежит вообще говоря в л-бесконечность, но оно лежит во всех л-бесконечность, вот оно интегрируемо при t меньшим там что-то там... Сейчас я посмотрю, потому что я эту форму точно напишу с ошибкой, если не посмотрю. t умножить на u в л-бесконечность меньше π пополам. Ну и следствие достаточно очевидное, потому что... Почему? Потому что достаточно применить все, что обсуждалось, к функции... Вот такой. Угу. Да, вот так вот, да. 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 Это голоморфная функция. Функция голоморфная. Я напомню, что u плюс ihu по определению голоморфная это f, а это экспонента минус i f. И я аргумент... Все. Может, это преобразование Гильберта напомнить? А вот оно. А вот оно. А это все, это оно. Это оно. Прекрасно. То есть, это не единственное. А это не может быть оно, потому что это определение b. Нет, это определение прообразования Гильберта. Это определение прообразования Гильберта. f головошная. Производное. А у? У функция. Вещественная. Вещественная. Взяли на окружность вещественную функцию... Взяли гармоническую споррировку. И взяли от нее и построили то, что он только что писал. То есть, у это... гравмоническо вопряженная, да? То есть, у это... Гравмон ακруженная все? Габмон sarc DOU goddess. Гравмоническо вопряженная, конечно, да. Но это и есть такая функция. У это вещественная часть головошной функции. Вот ее мнимая часть называется гармонического сопряженная. Но мы это все все прописывали, что еще вчера. В смысле, в прошлый раз. Что если у нас есть вот эта самая сумма кате е в степени и катета, то вот есть вот эти функции... как бы но вот вот такая и вот такая и надо у этих знак менять этих и менять но гармоническое сопряженное это главная суть гармоническое сопряженное и еще одну теоремку магорва в заключение да все обратить внимание вот это важно очень пункт правоза не гильберта не переводит или бесконечность в бесконечность не переводит не переводит бесконечность но она переводит или бесконечность вот очень близко к бесконечности да вот как бы вот чуть-чуть чуть-чуть и вот еще одно так если не возражать я это все стираю лему смирнова стираю следствие еще одно очень красивое очень красивое неравенство калмогорва слабое или одиннеравенство такое очень красивое утверждение что если у лежит в l1 то вероятность того что аж у больше т меньше равна у так константы я конечно это не могу запомнить восемь к восемь крайне звук делить на т но это не важно важно то что класс l1 тоже не отображается в класс l1 это кто к нам летает ух ты но это просто как называется здорово да но у вас никаких бабочек не было алексей владимирович к вам к вам бабочки не летают а ко мне летают и я тоже считаю что это естественно мера вероятность мера мера хара на окружности прекрасные слова прекрасные слова мера хара на окружности в простоте длина 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 в простоте длина в простоте длина доказательства доказательства значит давайте вспомним еще раз что у нас есть гамма у вот это наша любимая гамма у наша любимая гамма у наша любимая гамма у это у нас никто отнять не может это у нас никто отнять не может это у нас есть это у нас есть теперь поменяется такая военная хитрость вот такая поменяется военная хитрость военная хитрость поменяется да я прошу прощения мы предполагаем для начала что у больше равно нуля у положительная но это на самом деле мало что меняет у положительная да соответственно вещественная часть раз у положительная то вещественная часть вот этой штучки тоже как мы хорошо знаем положить будучи более того вещественная часть вот этой штучки тоже положить давайте проверим давайте проверим так сейчас я стираю доказательства неравенства с миром да потому что например ну в то это вообще не какое-то это очень неудачное значение давайте это то же самое t пусть будет t нет, вроде я пока еще не сбился давайте посмотрим я говорю, что альфа плюс и бета поделить на альфа плюс t плюс и бета да равно альфа плюс и бета на альфа плюс t минус и бета равно равно альфа на альфа плюс t плюс бета квадрат нет, вроде не может быть возражений плюс там что-то нет, вроде не может быть возражений, друзья отлично, это очень хорошо в этом цель наших занятий в этом цель наших занятий в этом цель наших занятий более того более того вещественная часть вот этого самого fit ну да поэтому она больше равна единице больше равна единице на множестве коль скоро коль скоро коль скоро но таким образом вероятность того что так это и стираем чтобы оно не мешалось таким образом Алексей Владимирович прячется от бабочек значит таким образом вероятность того а я вот не боюсь бабочек Алексей Владимирович таким образом говорю я вероятность того что h у больше равна t меньше равна интегралу да 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 интегралу да интегралу да интегралу да который в свою очередь равен вот этому самому от нуля да тот же вопрос нет это разные вещи а что тогда произошло нет нет ну то что справа последний нет сейчас ну вот это это же u плюс i h ну конечно h это же h это мнимая часть гаммы учитывая что гамма u от нуля это положительное число у и соответственно фи т от нуля меньше равно двойки меньше равно даже можно сказать вот так вот двойка 2 на 1 плюс t с можно сказать тут есть военная хитрость сейчас я объясню Сейчас я объясню Тут есть военная хитрость Сейчас я объясню Значит, давайте немножко здесь Здесь есть некоторая военная хитрость Я ее не запрятал под ковер Но, кстати, будет даже хорошо ее объяснить четко Значит, смотрите, дорогие друзья Что такое Что такое Гамма У от нуля Это и есть 2УЛ1 Поделить на УЛ1 плюс Т Правильно? Правильно? Теперь заметьте, вы скажете Но это не то, что мы доказывали Тут теперь важная военная хитрость Ну, конечно Ну, конечно Важная военная хитрость состоит вот в чем Как вот из такого неравенства получить человеческое неравенство? Значит, как из такого неравенства получить человеческое неравенство? Нужно сказать Пусть У Норма У равна единице Пусть норма У равна единице Пусть норма У равна единице Тогда получилось PHU меньше равно 2 делить на 1 плюс t. Но это тоже фуфло, потому что это неправильно скейлиться. Это не скейлиться. Но 2 поделить на 1 плюс t меньше, чем 2 делить на t. А вот это уже скейлиться как надо. Должно скейлиться, понимаете, да? Ну, и это достаточно то же самое, как сказать здесь, давай теперь U умножим на 150 миллионов или что-то в таком роде. Тогда здесь получится 150 миллионов, здесь получится 150 миллионов, потом сократится и получится вот так. Или наоборот, наверное, кстати, не 150 миллионов, наоборот, давайте U будет очень-очень маленьким. Ну, в общем, короче, вот тут хитрость в том, что надо сказать, что если, это такая военная хитрость, если, она очень полезна часто, если у вас получилось какое-то неравенство, которое не скейлиться, вот у вас получилось неравенство, но оно не скейлиться, то из него тавтологически следует неравенство, которое скейлиться. Потому что на самом деле, конечно, все должно скейлиться. должно скейлиться. Если у умножается на 2, то, как сказать, правильное неравенство, но урок имеет вид, что если у умножается на 2, то, соответственно, и то, чем все оценится, умножается на 2. Если t умножается на 2, то то, чем оценится, делится. Если одновременно у и t умножается на 2, то ничего не меняется. Так выглядит правильное неравенство. Поэтому из неравенства... Вот это такая военная хитрость. Если неравенство не скейлиться, то надо внимательно на него посмотреть, и тогда оно отскейлиться. Илья, если у вас вопрос, спросите нас всех, потому что, может, я... Ну, вот же. Ну, ну, так, потому что если, потому что если гаммау больше равно т, то вот эта вещественная часть больше равна единице. Вероятность того, что это сейчас больше единицы, это меньше. Как максимум интеграл. Это называется неравенство Чебушова. Марков, пожалуйста. Чебушова-Марков. Вероятность того, что что-то, вероятность того, что что-то больше равна единице, меньше равна интеграл. Что, тогда вопрос снял. Я хочу обратить, дорогие друзья, ваше внимание, что вот Калмогоров вот этим всем занимается, и еще как-то вот он только входит, вот он входит в теорию вероятности вот так. Потому что вот это, вот это, дорогие друзья, это традиционная тематика семинара Лузина. Вот видите, Привалов, там, ну, Привалова, Привалов, тут он как-то так, рядом, по-касательной прошел. Привалов, там, Лузин сам. Они вот этим занимаются. Это такая традиционная тематика. И вот гений Калмогоров, тут ему Хинчин, может быть, как-то помог. Хинчин, как-то Хинчин интересовал стереотно. Но вот гений Калмогоров состоит в том, чтобы увидеть здесь теорию вероятностей. Потому что тут, на самом деле, вот отсюда растет, там, Мартингалы, там, вот, максимальный нераз, эркадический теорем, и все это растет отсюда. То есть вот Калмогоров начинал отсюда, и структуры, которые он здесь увидел, причем я подчеркнул, что это все как-то так, в какой-то форме видели и без него. Вот эти слабые неравенства, где-то они там есть у Харди Литтель Вуда, там, это не то, чтобы, не конкретно это, то есть вот такого рода слабые неравенства, я так понимаю, что Калмогоров не первый написал слабые неравенства, а что первым написали Харди Литтель Вуд. Ну вот, понимаете, знаете, вот как Чайковский пишет о Бетховене, он пишет вот, ну что может быть банальнее, чем главная тема Седьмой симфонии? Ну что вот может быть банальнее, чем главная тема Седьмой симфонии? И какое здание из этого построил Бетховен? Ну тут я не хочу сказать, здесь как раз это не банально, но как бы это совсем не банально, но как бы вот Калмогоров пошел еще гораздо дальше, он из них построил такое изумительное здание теории вероятностей. Вот так вот. Вот так вот. Сам Чайковский, заметьте в скобках, пошел еще дальше, как известно, с один из самых знаменитых номеров вообще в мировой музыке, которая там у половины Москвы на мобильном телефоне. И, значит, это самый дуэт в щелкунчике. Дуэт в щелкунчике построен на восходящей и нисходящей гамме. Это может быть четырехлетний ребенок, который может сыграть. Вот это восходящая и нисходящая гамма. Восходящая и нисходящая. Это вот один, как сказать, это вот один из самых знаменитых номеров в мировой музыке. Вот так. Все, продолжаем наверху.